Периодически сотрудники госавтоинспекции проводят рейды по проверке правил перевозки маленьких пассажиров. В этот раз дежурство прошло у дома номер один на проспекте Ленинского комсомола. Полицейские останавливали транспортные средства, проверяли их на наличие автокресел или других удерживающих устройств и их правильную установку. Добрый день, скажите пожалуйста, а почему у вас не пристегнут ребенок? Я могу говорить, я ребенка везу в больницу. Ну что, издевается что ли? Оправдания собственной халатности, по словам инспекторов, бывают различными. Однако за долгое время службы сотрудники ГИБДД все их уже знают наизусть. Говорят, что ребенок у них только-только вот они сели и отъехали от дома буквально две минуты. Бывают случаи, когда родители говорят, что ребенок просто физически не любит сидеть в кресле. Самые отчаянные из нерадивых автовладельцев заявляют просто и без обиняков. Нет денег на покупку специального кресла. На то, чтобы ездить в автомобиле, у них есть деньги. Заправлять автомобиль у них тоже есть деньги. А на безопасность собственного ребенка у них денег нет. За время проведения рейда было выявлено 8 нарушений правил дорожного движения. Три из них это нарушения правил по перевозке детей в автомобилях. Нарушителям будут вручены вот такие вот памятки. Ну и конечно они будут оштрафованы на 3000 рублей. Кстати говоря, это цена недорогого автомобильного кресла. Порой слово может быть более эффективным, нежели штраф. Поэтому в ходе рейда стражи порядка рассказывали родителям о последствиях, которым могут привести нарушения требований перевозки детей. Они из-за элементарной халатности могут оказаться очень тяжелыми. Стоит отметить, что сознательность водителей год от года растет. Если в 2015 году на территории Московской области было зафиксировано 28 несчастных случаев при перевозке детей, то в ушедшем в 2016 году – 22. Для меня очень важно, чтобы мой ребенок был в безопасности в моей машине. Поэтому кресло – это один из пунктов этой безопасности. Без кресла я никуда не выезжаю. Поскольку в Ленинском районе участились случаи возгорания транспортных средств в результате ДТП, к этому рейду присоединились и сотрудники МЧС. Всем, кстати, рекомендую проверить свои первичные средства пожаротушения, такие как огнетушители, аптечки первой помощи. Ну и будьте внимательны на дорогах. Полицейские и дальше будут проводить подобные рейды, в том числе вблизи учебных учреждений, и напоминать родителям, что безопасность детей зависит от них самих. Илья Кремнев, Данил Свидерский, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.